Всем привет, друзья, доброго вам времени суток и приятного аппетита! Хочу вам сегодня рассказать про новый интересный проект на Kickstarter, который я заметил буквально на днях, который называется Jack Saver. Один инженер решил пересмотреть строение обычного разъема Jack, то есть обычный разъем как для научников, как для аудиоаппаратуры и так далее. Этому разъему больше 100 лет, и больше 100 лет он абсолютно никак не менялся. Расскажу на примере своих научников, смотрите. Вот мои наушники, и где у них самое частое место поломки? Да я думаю, у каждого по 5-10 раз одни и те же наушники ломались, вы их перепаивали, ремонтировали, либо сразу меняли. Где самое частое место поломки? Это разъем, точнее сразу же возле него, ниже него. Почему? Потому что там находится отдельная площадка, небольшая для пайки проводов к коннектору, то есть к самому разъему Jack. Что получается? Когда кабель вот так вот изгибается, ломается просто эта пайка. В один прекрасный момент, когда вы этого не ожидаете. Разработчик предлагает перенести место пайки проводов к самому штекеру вовнутрь штекера, то есть вовнутрь вот этой металлической оболочки. За счет того, что пайка раньше была снаружи, то есть вот здесь, вот как например в моих наушниках, при изгибах кабеля эта пайка банально ломается. Металлическая оболочка штекера не сгибается, значит пайка внутри будет в полной безопасности. Самое главное, как по мне, не дергать провод вот так. У меня остается только вопрос, как доставать теперь Jack, то есть штекер со смартфона, либо с плеера. Все мы прекрасно знаем, что у некоторых смартфонов разъемы для наушников есть более плотные, есть более свободные. Так как доставать из тех, у которых плотный разъем для наушников? Откуда раньше нужно было наушники, держа за пластиковую их часть, со всей дури доставать? Здесь могут быть проблемы. Может рваться кабель внутри. Разработчик, который придумал такую идею Jack, он не пытается производить наушники сам. Он не хочет стать огромным производителем наушников, там массовое производство какие-то. Нет, он собирает деньги на микроскопическое производство своих наушников с таким разъемом. Но самое главное, что? Он сам об этом говорит, между прочим, в видео, что он пытается привлечь внимание крупных производителей наушников, кабелей, Jack'ов именно к этой проблеме. Я поддерживаю идею этого разработчика, и для себя я сейчас вижу сразу несколько преимуществ такого разъема. Во-первых, за счет того, что он меньше, он выглядит как-то аккуратнее, приятнее, особенно если у наушников крутой и красивый кабель. Во-вторых, такой кабель, точнее разъем, он более пластичный и мягкий, за счет чего он будет меньше ломаться. Это очевидный плюс. Третий момент. В теории, такой разъем должен стоить немного меньше, потому что будет тратиться меньше материалов и пластика на производство такого разъема. Но это только в теории. Зная производителей наушников и вообще мировой бизнес, ну, типа зная, скорее всего, такие наушники с таким разъемом будут стоить даже дороже. Четвертое, совершенно очевидное преимущество. За счет того, что при выходе из смартфона на кабеле будет мягкая, силиконовая, либо резиновая, не знаю, как это назвать, финтифлюшечка, а не пластиковая, то смартфон, либо плеер, можно будет класть в карман вниз этим разъемом. При этом не будет абсолютно никаких дискомфортных ощущений, ничто никуда не будет упираться, а просто кабель будет аккуратно огибать смартфон и идти внаружу. Напоминаю, этот проект называется Jack Saver. Грубо говоря, более безопасный Jack, если переводить на русский. Ссылка на сбор денег на Kickstarter есть в описании. Собирать деньги будут еще 27 дней на момент съемки этого видео. Нужно было собрать всего лишь 2000 евро, а собрали уже больше 6000 евро. Сумма совершенно символическая, но я думаю, она должна привлечь внимание разработчиков и производителей наушников. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. А меня зовут Руди, вы смотрите наши другие видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И у нас вообще время от времени выходят такие новости, посмотрите их обязательно. Мы с вами еще обязательно увидимся, так что всем до встречи и пока.